девочки доброе утро мой какой прекрасный сегодня день наконец-то солнышко вылезло дожди прошли вроде как сегодня должно быть тепло завтра еще теплее небо чистое птички поют хорошее настроение девочки настроение просто при отличное вообще вот когда просыпаешься утром выглянешь в окошко там солнышко светит птички поют так классно вообще не сразу душа так радуется так хорошо как погода все-таки влияет на настроение так но сегодня у нас что сегодня у нас выходной суббота я сегодня буду с настей она сейчас на тренировке сын ее отвел а я поеду и забирать но время пока еще есть сын еще даже не делаю у меня есть время приготовить зеленый борщ я вчера шла по улице встретила щавель продают и решила что надо сварить зеленый борщик так что сейчас я по быстренькому его варю собираюсь потом иду за настей девочки я поставила варить мясо но у меня на данный момент свинина можно любое мясо взять которое вам нравится хоть птицу хоть говядину что угодно почистила морковку лук и картошечку пару штук много картошки не люблю сейчас делаю зажарку с морковкой с луком потом займусь зеленью зажарочку мы делаем для того чтобы золотистый был бульончик можно конечно если кто на диете можно не зажарку делать а просто покидать в кастрюлю чтобы парилась морковка и лук но я люблю зажарку сделать хочу чтоб вкусный был супчик кстати супчик кто-то называет это суп щавелевый но у нас это называется зеленый борщ готовим до полу готовность ну все зажарка у меня практически готова девочки чтобы бульон был прозрачным нужно чтобы ну во первых пенку снять убавить огонь чтобы она слабо кипела и не закрывать крышкой были тогда он будет прозрачным прозрачным будет золотистым все можно с плиты убрать на сковороду чтобы она не переготовилась девочки я купила два вот таких пучка зелени вот я люблю когда они сложены листик листику тогда удобно просто хвостики вот так вот раз обрезать помыть и можно нарезать уже щавель сейчас я его помою и обрежу девочки для тех кто не знает вот хочу что сказать вообще вот щавель это он как бы дает кислинку да в этом зеленом борще и если вы любите покислее то ножку можно оставить подлиннее еще зависимости от того сколько у вас бывает пучок большой продают если большой пучок много листьев можно покороче сделать ножку если пучок допустим маловат то тогда можно ножку длиннее ставить но когда вот в среднем там ну сантиметра 3 оставляю примерно так то есть вся кислота она находится в ножке но теперь я вот просто так вот беру частями начинаю нарезать щавель можно нарезать крупно потому что он становится мягким и можно при нарезать его по кругу листья особенно вот так вот примерно так в общем такие куски весь щавель сейчас нарежу ну а зелень потом миленько нарежу зелень я храню стаканчики укропчик петрушечка и зеленый лук можно сделать еще щавель нарезала теперь петрушку с укропчиком нарежем да еще такой зелень не люблю когда много вот в этом зеленом борще ну и парочку перьев лука тоже я нарежу лук лишний будет там зелененький меленько нарежу добавлю сюда в общем целая миска зелени у нас получается класс класс вот поэтому она называется зеленый борщ вот ну в общем то все мне зажарка готова мясо варится картошечку я порезала залила водичкой сейчас зелень дорежу и я на эту кастрюлю но 45 я из просто забью так смешаю я люблю жидкое наливать туда жидкие яйца я взяла 4 яйца я думаю 4 захватит них просто так вот беру вилочкой 1 1 смешаю взбивать прям так сильно не надо просто главное хорошо перемешать вот и достаточно лавровый листик приготовила так сейчас я посолю ну сами солить буду вкусной соли у меня вот эта соль видированная 7 блюд я их экспрессе брала солью этой посолю и можно поперчить немножко букет перцев вот этот делаю так ну посолить можно уже сейчас мясо все я отправила туда картошечку посолила и сейчас закипит я отправлю туда зажарку и пускай поварится ну мясо мне варилась примерно полчаса я думаю этого достаточно картошка еще минут 20 будет вариться и уже когда картошка будет готова потом можно будет уже закинуть сначала яйца а потом зелень и все ну вот картошечка у меня тут уже готова я попробовала немножко поперчила и теперь подходим к завершающему тапу лавровые листики туда кину вот так вот медленно и лью яйца почему вперед яйца потому что мешать чтобы было удобно когда зелень закинете уже все уже неудобно мешать кто-то просто варит яйца и кусочками кладет но мне кажется так не очень вкусно ну кому как нравится сейчас закипит и закинем зелень тут уже надо стоять рядом потому что может шапкой подняться и убежать так мы в принципе можно уже закидывать зелень нашу закидываем щавель сразу станет час мягким в кипятке и все поместится у меня сегодня форточка открыто все звуки с улицы доносятся это даже жарко ну что поделать уже начинается тепло батареи то топят можно будет наверное батареи уже отключить вот ну если необходимо можно с чайника добавить чуть-чуть водички и все вот она покипит минуты три уже как закипит минуты три покипит как обычная зелень и можно будет выключать и все зеленый борщ у нас готов девочки на улице классно все я быстренько закончила свои дела и бегу за настей курточка мне нравится так сидит она на мне хорошо мне в ней прям комфортно нигде не жмет нигде ничего все хорошо наконец-то весна вернулась я рада мне нравится ну все бегу ну вот только я вам два слова сказала солнышко выглянуло из-за облачков там у нас облачка большие вот и все хорошо как я просто балдею люблю весну люблю солнышко у меня от этого прям на душе так светло радостно приподнятое настроение просто здорово все девочки села в автобус и любуюсь хорошо что чистое стекло могу вам показать как все-таки классно весна пришла на тренировку девочки еще занимаются уже скоро заканчивают сейчас у них хореографии первое занятие гимнастика второе хореография я тебя снимаю привет чтобы вышли с тренировки что вы там купили купили груши сладкие дома придем будем кушать вот сейчас мы на остановке автобус уже идет мы поехали мы уже дома цветочки мои стоят красивые радуют меня все мы с настюшей груши покушали сейчас пока настя рисует мы отдыхаем чуть позже будем обедать все пришло время обеда садимся кушать зеленый борщик я не знаю настя спросила будешь но налей говорит чуть-чуть я попробую но надеюсь ей понравится вообще я знаю что зелень она не любит но щавель может понравиться с яичком яйца любит картошку любит не захотела настя кушать зеленый борщ но не любит она что делать не любит она зелень а там в основном зелень да вот но по крайней мере согласилась яичинку покушать вот она любит глазунью два яичка с помидорчиками и пускай кушает что хочет чего-то тут сложила машинку молодец молодец настюшка там после тренировки сегодня молчаливая особо не болтает но она так правда тихонечко сегодня играет и хорошо и мне хорошо мы отдыхаем каждый по-своему я он телек смотрю настюля тут играет то то мишку спать уложила нет это совенок да совенок спать уложил хорошо сделаешь я сниму покажу вот сегодня какой у нас день доброе утро девочки мои день следующий вот смотрите сегодня у нас пошел дождь и опять у нас что-то пасмурно не пасмурно вообще тучка наверно уходит я смотрю немножко оболочка может быть солнышко еще выглянет но дождь прошел на улице мокро свежо прохладно и я проснулась всем доброе утро девочки мои я вчера прекратила снимать уже вообще внучка вчера с тренировки пришла она видно там устала они по субботам по два часа занимаются и я даже пришла на конец занятия увидела как бедных детей мучают вот эта растяжка там девчонки некоторые прям плачут даже прям жалко их вот ну я знаю сама на гимнастику в семь лет пошла долго не ходила потому что вы это все безобразие мне не понравилось но что делать вот так вот три тренера дрессируют детей ну что делать вот но сегодня я проснулась выглянула в окошко а там дождь и пасмурно заглянула сейчас прогноз погоды посмотрела дождик скоро прекратится и сегодня будет как облачно с прояснениями солнышко будет выглядывать и прогреется воздух до 10 градусов плюс хотя ночью ноль ноль вот но почему о погоде так много говорю девочки потому что погода вот все таки очень сильно влияет на мое настроение а отсюда уже идет есть настроение что-то делать или нет настроения или ничего не делать или может быть то делать или другое и так далее поэтому я проснулась пока раскачиваюсь и думаю что же что же мне сегодня делать мы и уехали виталик наташа с насти они поехали вчера вечером деревню и сегодня они будут целый день там но потом уже вернуться вот так что мне нужно будет заглянуть посмотреть там котенка может покормить черепашку посмотрим вместе зайдем я жду когда погода уже распогодится без дождя выходить я вчера уже одела кроссовки такая уже счастливая думаю ну классно наконец-то уже легкая обувь а сейчас дождь вот как кроссовки делать но я думаю немножко должно подсохнуть и через несколько часов можно будет уже выйти из дома я пока подожду сегодня вышло видео с моим днем рождения как мы с дочкой ездили в торговый центр я с удовольствием посмотрела уже на канале уже по телевизору это видео я очень переживала что у меня там музыку пришлось накладывать музыка играет торговом центре и этого нельзя нужно ее скрывать как-то в общем я накладывала музыку переживала что получается какой-то бардак но принципе там бардак этот недолго длится и все нормально в общем видео нормально вот получилось вот так что так у девочки сейчас я немножко отдохну пока готовить сегодня не буду ничего потому что у меня еды сейчас полно нужно уже кушать то что приготовлено поэтому у меня в планы сегодня готовка не входит но зато мы выйдем сегодня из дома и пройдемся нужно еще заглянуть в магазин кое-что хочу посмотреть купить ну посмотрим что кстати читаю комментарии сейчас под этим видео где мы курточку покупали но поздравление продолжают поступать спасибо за поздравление но никто еще пока не написал понравилась курточка моя или нет но с другой стороны чтобы мне не написали в любом случае главное чтобы она мне нравилась да мне она нравится я вчера вот это вот не ходила и она очень комфортно вот в ней прям комфортно себя чувствуешь она и легкая и теплая и везде все закрыто ну в общем и цвет приятный этот цвет мне нравится в общем мне она очень нравится эта курточка это как раз то что я хотела то что вот я себе представила и она как раз мне встретилась эта куртка которую мы купили так что мне нравится это главное вот я и вышла на улицу девочки распогодилась пока вечером опять дождик будет пока солнышко в общем куда решила сейчас сходить сейчас пойду проведаю кота кекса посмотрим как он там скучает наверное один дома черепашку и потом хочу занырнуть в магазинчик еще кое-что купить хочу так что пойдемте кто это у нас тут кексик такой да ты пушистый какой толстенький такой вот и лапочка скажи привет всем привет лежит скучает тут но ничего тебе скучать недолго завтра твои уже приедут так где наша чебурашка чебурашка черепашка кекс мой мой лапа ты так рад что я пришла да так рад скажи скучно мне тут одному тебе не привыкать когда все на работе это тоже один джо кексик погладьте меня погладьте меня погладьте меня так вот скажи ласковая так ну что у нас черепашка тут делает так черепашка там плавает просто спит наверно сейчас посмотрим проснется черепашка знает где свои где чужие да папочку так узнает сразу ну не спит чуть-чуть корма насыпала вот плывет 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 наша черепашка кушает ну все хорошо кекс лег на пороге кекс ты меня что не хочешь выпускать кроссовочки мои обнюхивает я сегодня в кроссовочках девочки так ну кекса еды достаточно и воды воды тут вообще две чашки две миски так что так что ничего не надо да все кексик пошла и оставлю тебя тут одного так что ты решил с моим пакетиком полежать на нем да ухты такой бочоночек раньше маленький такой был лапочка сейчас уже здоровый такой котяра весь такой вот да здоровый котяра пушистый такой ну мне надо идти мне надо идти кекс лег на пороге и говорит выйдешь только через меня все кексик я пошла не скучай зайка но все девочки кота проведала скучает он там не хотел меня выпускать ну что делать надо идти дальше сейчас хочу зайти фикс прайс мне нужно посмотреть чехол для куртки купить и может быть еще что-нибудь посмотрим ну все девочки сходила я фикс прайс не стала я там ничего снимать там особо нового нету ничего я купила то что мне надо кое-что еще покажу я вам это все дома там очень душно я честно говоря уже захожу в магазин в эту маску надо надевать не прям надоело надо надевать и дышать через него уж не хочу и очень там душно там очень жарко душно и музыка постоянно вот это крутится короче быстренько взяла то что мне нужно и сейчас дома вам все это покажу спокойненько в хорошей уютной обстановочки так в общем погодка сейчас прям хорошая надо немножко тут постоять может быть подышать твой солнышки копились идем дальше ну хорошо что я кроссовки отдела правда в сапогах уже жарковато париться приходится так местами тут грязь что-то я пошла по грязюки я пота красота чуть-чуть позагорать поставить чуть-чуть позагорать это сейчас девочки я пришла из фикс прайса решила вам показать что я купила купила жемчужина пломбир один с миндалем а другой без миндаля вот очень люблю его во первых 25 рублей стоит одно мороженое это намного дешевле вообще чем в других магазинах очень вкусный пломбир и очень вкусный шоколад ну я взяла мороженое себя побалую и внучку настю тоже побалую его надо сейчас убрать в холодильник сразу же собираю так морозилочку брала мороженое теперь поехали дальше взяла на пробу вот такие кашки 7 рублей стоит один пакетик овсяная кашка я шовсяночку ем по утрам ну и в общем решила попробовать с черносливом с абрикосом с яблоком попробую если понравится буду еще там брать но если не понравится значит не понравится так взяла киткат девочки киткат 99 рублей стоит я его уже пробовала мне он нравится мне ну раз хочется внучку конфеткой угостить а конфеток у меня нет ну вот будет чем угостить ребенка девочки решила взять я попробовать мед и травы здоровые суставы бальзам сустав плюс на травах с медом так травы башкирии в общем то я так понимаю что это с медом и с травами для суставов я завариваю иной раз такой каком слабенький чай какой-нибудь с травками но иногда добавляю туда мед сахар я последнее время очень редко использую ну и мне интересно если туда добавить вот этот бальзам может быть он вкус не испортит и будет заодно полезным 77 рублей стоит ну буду пробовать скажу вам потом уже в следующем каком-нибудь видео скажу вам отзыв понравилось мне это дело или не понравилось вот такую емкость тоже я встретила ну дочки на канале видео она показывала я решила взять эту емкость пока что только одну 50 рублей она стоит ну попробую сюда насыпать вот эту соль вкусная соль просто мне интересно травки вот эти вот травки они будут нормально проходить но здесь вроде бы крупные дырки такие нормальные в общем если мне такая емкость понравится то я еще тогда возьму ну попробую попробую насыпать сюда ну в общем емкость я вам сказала 50 рублей стоит носочки купила девочки для насти она тут у меня бегает ну чтобы у нее были сменные носочки как раз по цвету подобрала бриджики которые она тут носит трикотажные в общем две пары 99 рублей стоит размер 5-7 лет ну и взяла два чехла один чехол 60 на 90 он подлиннее с окошком на молнии 99 рублей стоит черный а другой белый он тоже какой-то тканевый 55 рублей стоит но здесь размер поменьше чуть-чуть 60 на 80 ну для куртки мне нужно и для пальто девочки я только что слышала грозу представляете там еще солнышко светит а тут уже такая туча черная набежала хотела думала еще будет гроза снять вообще как-то странно гроза еще март не закончился обычно в начале мая о и дождик пошел миленький такой слышите гроза вовремя я успела в магазинчик сбегать как я прям вот в окошко это попала сейчас ливанет девочки ну вот это прям странно я вообще в конце апреля еще грозу слышала но в конце марта это прям странно но громыхает на самом деле так оно и есть ну вы знаете вот прям вот эта погода она так и шепчет прям сейчас залезть под одеяло и смотреть какой-нибудь запустить фильм или сериал и наслаждаться жизнью я наверное сейчас так и сделаю поем мороженое и лягу и буду телек смотреть ничего сегодня больше делать не буду поэтому я хочу это видео свое закончить а новое видео я начну уже завтра с утра уже новый день будний день будет и новые будут дела и свершения ну на этом я с вами прощаюсь ого вы слышите какой гром гремит вот это да вот это гром о какой ливень шпарит гром гремит молния сейчас сверкнула прямо напротив и и и и и и и и а там внизу дядька в машине копошице под дождем под таким ливнем да это прямо чудо природы необычное явление мне поэтому хочется его зафиксировать это необычное явление о сверкнула сейчас надо окно закрыть а то прям страшно уже становится ну я хочу с вами попрощаться кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч девочки пока 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 пока